О перспективах освобождения заложников, которые еще остаются в плену у боевиков, говорим с Богданом Криклевенко, руководителем секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. И хотелось бы начать с сегодняшней встречи, которая состоялась, где принимали участие все причастные к процессу освобождения украинских заложников, которые остаются в плену. Расскажите поподробнее. Да, была такая встреча сегодня под руководством Ирины Герасченко, первого вице-спикера парламента, которые принимали участие, собственно, как вы правильно сказали, все причастные со стороны государственных органов власти к этому процессу представителей. Она сегодня была в первой половине дня. Ключевые вопросы, которые обсуждались, это, конечно же, такое подведение итогов по поводу 27 декабря, когда удалось освободить огромное количество людей. А также ближайшие самые общие вещи, которые касаются последующих дат переговоров и, конечно же, переходу к второму этапу в рамках договоренности в Минске по освобождению всех на всех. Это была достаточно рабочая, очень неформальная встреча, первая после Нового года, и там обсуждались обычные рабочие вопросы. Таких встреч было очень много до Нового года. Надеемся, что они будут, конечно же, продолжаться, потому что они необходимы, они есть ключевыми в подготовке и координации действий всех государственных органов, которые так либо иначе в той или иной степени принимают участие в освобождении людей. На переговорах трехсторонней контактной группы украинская сторона приложит все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее. В этом заверила представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Гераченко. О каких усилиях и о каких компромиссах идет речь? Конечно же, поскольку после огромного перерыва почти два года с момента предыдущего освобождения людей, то, что произошло 27 декабря, оно было таким огромным успехом в результате длительных тяжелых переговоров, которые наконец-то увенчались таким успехом промежуточным, но очень большим. Поэтому значительно проще будет теперь готовиться ко второму этапу, поскольку согласование списков, согласование людей, их опрос, что касается в частности тех людей, которые находятся на подконтрольной территории, которые находятся в местах лишения свободы, либо находятся в том или ином статусе в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, они должны пройти процедуру верификации, которую проходили 300 людей до подготовки к 27 декабря. Соответственно, уже много механизмов, алгоритмов отработано. Уже понятно, как проводить, что проводить, какие есть требования с обеих сторон к подтверждению, к документации, для того, чтобы это быстро работало, чтобы было максимально эффективно приближение к дате второго этапа освобождения в рамках договоренности в Минске всех на всех. А можно ли говорить о каких-то сроках? Точно известно, что уже в ближайшее время в Минске будет разрешение к работе трехсторонной контактной группы, и там, конечно же, в рамках гуманитарной подгруппы будут ставиться вопросы по поводу второго этапа. Я думаю, что даты тут на самом деле сложно называть, это зависит от всех сторон, потому что там огромное количество людей принимает участие, но я уверен, что это произойдет в январе. Тут я понимаю запрос всех интересующихся, что хочется конкретики, но мы работаем по принципу не анонсировать, потому что до 27 декабря очень много было разных дат анонсирования, они, к сожалению, много раз срывались. Поэтому это процесс, который до последнего момента требует сосредоточенной, квалифицированной работы всех участников, и лишнее обсуждение, оно, к сожалению, часто мешает, потому что идет какое-то неправильное интерпретирование, идет дезинформация, и потом это подрывает рабочую готовность всех сторон в процессе. Поэтому мы стоим на позиции тишины и не анонсирования, для того, чтобы это было максимально успешно и для того, чтобы это было максимально в ближайшие сроки. По данным СБУ, боевики продолжают удерживать в плену 103 украинца. Будут ли уточнения по списку? Уточнения по списку будут, конечно же, потому что уже работа с теми 73 людьми, которые приехали на подконтрольную, с неподконтрольной территорией, они имеют просто огромный массив колоссальной, эксклюзивной информации, которой нет ни у кого. В том числе, что касается подтверждения наличия, либо отсутствия там людей, по которых не было раньше, я имею в виду, например, в Макеевской колонии, да, есть уже и предварительная информация о том, что некоторые люди называют фамилии, имена тех, с кем они пребывали в соседних камерах, в тех же подвалах. Они-то в любом случае как-то общались и обменивались информацией. И есть уже новые фамилии, новые имена, и я думаю, что это сейчас очень важная роль будет следственных органов, службы безопасности Украины, которая будет общаться со всеми освобожденными, в первую очередь для того, чтобы получить эту эксклюзивную информацию, которую потом, конечно же, в качестве аргументов будет положена в основу последующих этапов переговоров в Минске. Но эта цифра была озвучена службой безопасности в конце декабря. На сегодня есть какие-то изменения? Мне неизвестно об обновлении. Действительно, служба безопасности единственный уникальный хранитель этого общего списка, потому что есть объединенный центр, который работает при службе безопасности по освобождению заложников и поиску без вести пропавших. К ним встекается вся информация. Другой цифры нет, поэтому если озвучена была такая, то, наверное, она основывается на каких-то фактах. К сожалению, мы даже в своем офисе Уполномоченной Верховной Рады по правам человека практически еженедельно получают новую информацию о том, что происходят какие-то новые задержания людей, как военнослужащих, так и гражданских на Востоке. Поэтому эта работа еще даже до момента ближайших переговоров в Минске, она будет продолжаться и, к сожалению, неизвестно, сколько еще фамилий будет, сколько ими фамилий будет еще пополнен этот список. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию и спасибо большое за беседу. Напомню, у нас в студии был Богдан Крикливенко, руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Наш выпуск продолжается. Не переключайте. Субтитры создавал DimaTorzok